Никогда раньше не получалось писать воду. Это мой такой челлендж. И сейчас я прямо чувствую, что я чувствую воду. Ее очень трудно писать на самом деле. Очень гладкая. И вот эти переходы, они очень тонкие между собой, но в то же время они очень четкие. И вот это добиться тяжело. Мама меня называла в детстве Лена Поделкина, потому что я всегда что-то мастерила, сколько себя помню. Я бросила скрипку. Я играла на скрипке. Мама очень хотела, чтобы я стала скрипачкой. Я бросила скрипку и пошла в художественную школу. И там вообще мне не надо было совершенно напрягаться. И там получалось все сразу. Я заметила разницу. То есть когда ты напрягаешься, напрягаешься, у тебя не идет. Голубая ФС. Немножко нам надо сейчас попачкать холст. Кстати, сейчас моя дочь играет на скрипке. Всегда что-то связано было с творчеством, то есть с самого детства. У меня была, конечно, фаза йога, спиритуальное развитие, где очень много времени медитировала. Ну, я делала такие ретриты по 10 дней, где 13 часов в день медитируешь. Молчание 10-дневное. На тот момент у меня распала семья, то есть я рассталась с отцом своих детей и не знала, что делать. И одна подруга говорит, поехали, помедитирую с тобой. Я обрадовалась, думаю, поеду, посижу, помедитирую. Первые три дня там идет подготовка к этой технике. Задача твоя состоит в том, чтобы сконцентрировать свое внимание на кончике носа и наблюдать, как холодный воздух входит в нос и теплый воздух выходит. Все время, три дня, бесконечно. Ты можешь на этом кончике носа остаться несколько секунд, 10-15, а потом твой мозг убегает в прошлое, в будущее. Задача в том, чтобы ты свои тонкие ощущения зензибилизировал. Просто тогда ощущаешь воздух, как твои волосы с воздухом соприкасаются или как твоя кожа с одеждой соприкасается. То, что я думала, я поеду отдохну сейчас там, то я очень ошиблась. Это была такая борьба, укрощение своего ума. Чувствовать, чувствовать, чувствовать. Бывает, я в 4 утра поднимаюсь и бегу и что-то исправлять. Если уже прям совсем затерло все до дыр и никакого эффекта, то, значит, надо просто заняться другим делом. Вообще любым. Это очень важно между работой и делать паузы. Паузы, это в них весь эффект. Я смотрю художников, я все это себе собираю в копилочку. Ренуар, мне казалось раньше что-то в этом такое, какое-то невнятное, что-то такое. А сейчас я, мне кажется, они такие неуловимые и просто, не знаю, хочется тоже сделать копию Ренуара и почувствовать, как он это делал. Я работаю не цветом, а светом. Светом. Я пишу свет и в моих лампах свет. Очень нежные скелетированные принты растительные. Я сочетаю иногда одни растения с другими. То есть лепестки от цветов, а вот эти стебельки от других растений, губки из лепестков лотоса. Осины и гнезда меня сопровождают еще с девичеством. Я их в батиках рисовала. Осины и гнезда. Такая немножко загадочная тема. Я никогда не буду рисовать насилие. Я не буду рисовать политику. Я не буду рисовать протест. Я поняла, что я мама двух детей. Моя задача быть в ресурсе для этих детей. А я могу быть в ресурсе, только если я в любви. Это тибетская чаша из Непалов. Воду можно оживить, структурировать. Так, я, конечно же, испачкала свою желтую кофточку. Сейчас пойду ее отстирать. Плоскость у меня сильно волновая. Она более площадь. И вот эту волну сделать более глянцевой. Загладить мастихином или кистью, чтобы было не так видно мазки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова